Добрый вечер! Добрый! Приветствую вас сегодня в Циферблате на Университетке 14. Сегодня у нас 22 марта. И это одно из мероприятий под эгидой к фестивалю You Shoot. 20 юбилей мы празднуем в этом году. К сожалению, не все знают о том, что это уже 20 юбилей. Некоторые помнят о том, какие толпы ходили на предыдущие выпуски этого фестиваля. Но это мероприятие задумано именно с целью, чтобы привлечь снова интерес к фестивалю. И что интересно, темы, которые рождаются при просмотре фильмов, присылаемых в качестве заявок на фестиваль, они социально значимы и интересны. И сегодня мы хотели открыть глаза публики на такую тему, как яхтинг профессиональный. И непрофессиональный мы хотели узнать, что такое то и другое, отличия найти. И также была предложена такая тема, как отдохнуть весело на море, на самом деле, находясь в море. Такая тоже была тема интересная. Но для того, чтобы мы начали об этом говорить более подробно, я бы хотела, чтобы каждый из наших гостей представился, рассказал два слова буквально о себе, чтобы мы знали, кто здесь сегодня собрался. Павел Савицкий, директор рекламного агентства «ПиАрт» и создатель туристического портала «Волком ту Казан» о городе Казань. Член команды яхты «Мармариса», о которой сегодняшний фильм, который мы сегодня перенесли на этот фестиваль. Кок? Да, опять же. Кок, да. Бессменный. Там, где я плавал, я всегда был коком. Спасибо. Андрей, добрый день. Я фотохудожник, через Среда фотохудожников России, студия 2, Свеяшский музей. Бывший серфер, нынче их смен. Спасибо. Ты еще самым главным не сказал, что ты предводитель дворянства и руководитель Свеяшского центра водного поведения. А, да же, да. И там руководитель Свеяшского центра водного поведения. На острове Свеяшского. Очень приятно. С акцентом на яхтенный. Меня зовут Тиняев Павел. Я, во-первых, давний любитель кинофестиваля Юшут. Сам неоднократно принимал в нем участие и имел даже некие награды. Правда, у меня награда почему-то не жюри, меня всегда награждала какие-то такие то приз зрительских симпатий, то байкеры мне что-нибудь подарят, то еще кто-нибудь что-нибудь подарит. Вот. А так вообще по профессии я архитектор, а по призванию я, наверное, все-таки моряк. Потому что вот с детских... Или речник, может быть. Речник. 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 Да, наверное, по призванию речник. Ну, какой же уж речник не мечтает о море. Да. Вот. Ну, вожу яхту, проектирую дома. Ну, и вообще люблю все красивое. Хорошее завершение. Поэтому я пригласил сюда Артема Силкина. Для красоты. Артем Силкин. Работаю в Сияжском музее. В душе речник. Начинающий Шкотовый на яхте Солнце. Что еще? Планируем с Павлом в этом году построить деревянную лодку. О, самодельник. Принять, да, принять участие в Кишской релегате на Унишском озере. Большое спасибо. Очень интересно совралась команда. То есть, вы вместе составляете команду, да, яхтсменов? Или вы все разрозненно? Нет, мы все как бы на разных судах. Иногда мы где-то встречаемся на каком-нибудь одном. Иногда встречаемся двумя разными судами. Да. А то и тремя какими-нибудь. Вот. То есть, как карта. С чего же все началось? Как вообще? Я понимаю, что у каждого по-своему, но... Ну, у всех началось это в разное время. Но, прежде прочих, это началось, наверное, все-таки у Павла. Я так могу предположить, да, вот с поправкой на Англию. Я, наверное, все-таки у Павла. Инфицировал, да? Павел как раз многих, в том числе меня, инфицировал этим заболеванием. Да. И... Морской болезни, да? Да, да, да. Ну, в конкурсах. Ну, нет. Ну, нет. Не морской болезни, морская болезнь. Да, береговая болезнь у нас такая. Да. Ну, если когда долго не бываешь на море или на воде, начинает от берега подташнивать, выкачивать. Ну, да, действительно, я, наверное, потомственный, потому что в моей семье есть рассказы моей бабушки о некой там прапрабабушке, которой она слышала, что вот у моих родственников всегда была какая-то лодка, они жили в Нижнем Новгороде, у них был грузовой даже судно, на котором они таскали там груз какой-то. Не знаю, кто его там таскал, то ли бурлаки, то ли пароходы, но это вот такая семейная история. А дед у меня вот служил, или нет, не служил, а работал на судостроительном заводе всю свою жизнь, как закончил техником, то есть вот это с 15 лет, то есть сразу после войны, до самой своей пенсии проработал на заводе горько, устроил военные корабли. А дома вечером после работы он строил деревянные плоскодонные лодки. И я вот из своего такой юности, конечно, это меня мало тогда интересовало, но помню, как он это все строгал, там что-то красил. То есть у него был свой какой-то ангар? Нет, просто это все во дворе строилось, там под яблойник какой-то. Строилось это очень быстро, там в течение, ну не знаю, недель, двух, там трех. То есть он хорошо владел технологией, да? Ну просто это было нормальное такое занятие для сельского жителя, который живет на каком-то берегу, где есть вода, чтобы у него была лодка, и где он ее еще возьмет. Он и обычно строил сам. И когда ты с ним в первый раз вышел в открытые воды? В открытые воды я с дедушкой начал ходить, наверное, потому что мы жили всегда на берегу озера Васильева, и вот сколько себя помню, всегда я вот в лодочке фотографии смотрю, я там такой маленький, мне там год-полтора, а я с бабушкой за сеном. У меня бабушка до самой, да ей было 83 года, она каждый день летом, она садилась в лодочку, грибла, косила полную лодку сеной, плывла с ней домой. Очень необычно, обычно, как говорят, на рыбалке недель. Я стал учиться в школе, и так получилось, что у моей классной руководительницы, у нее было два сына, и они занимались парусным спортом. Они занимались винсерфингом, как раз вот у нас винсерферы, вот секция винсерферов, по правую руку сидит от меня, да. И, а так как это все парусные течения, там, значит, в этой всей среде был некий такой молодой тренер, Борис Зайцев, Борис Герминч Зайцев. Это из плеяды такая семья Зайцевых, у них там и дедушка занимался, он был, кстати, одним из основателей Казанского яхт-клуба Речного, который был основан в 1913 году, в августе месяце. Вот, и он до сих пор преподает детишкам. Ну и вот он тогда был совсем молодым тренером, он пришел в наш класс, сказал, ну, кто хочет, на парусе. Я сказал, я втайне от мамы записался, потому что мама что-то меня это берегла, ни в какие спортивные секции не записывала, берегла для художественной школы не исключительно. В общем, я втайне, значит, ходил туда целую зиму, потом открыл секрет, ну, все-таки мне позволили, и я стал заниматься. Но парусный спорт меня не увлек, честно говоря, потому что мне не нравилось никогда соревноваться, мне нравилось просто кататься на яхте. Я все дети уклывут, а я такой катаюсь парусом. С твоей удовольствием, да? В общем, вот так вот я и пришел к этому всему. Ну, это интересно, из детства история. Ну, конечно, да. И вот где-то, на каком-то этапе этой увлеченности появились в твоей жизни хорошие друзья, которые подхватили эту идею. Ну, это уже студенческие годы. И тут появился Павел. Павел? Не совсем. Не совсем так. Мы с Андреем познакомились на Кордоне, да, где у нас центр нашего казанского виндсерфинга. Вот. Андрей уже был тогда довольно матерым виндсерфером, я начинающим. Вот. Ну, там гоняли, что-то ездили в Египет очень часто. Очень часто. По два раза в год мы мотались в Хургаду, чтобы там гонять на хорошем бетрум египетском. Вот. И Паша тоже появлялся там периодически. Он уже в этот момент был вполне себе такой юфтсмен. Как у тебя тогда был Фидель? У меня был Фидель, и я по случаю купил просто серф. И мне интересно, что же это я приехал к ним тогда. Да. Мы там на этой почве познакомились, сошлись. Вот. Там же на Кордоне была маленькая гоночная яхточка 470-я. Это спортивный снаряд. Это не яхта без кают или каких-то там вещей. И вот она была преимущественна для спасения утопающих винсерферов, таких, которые первый раз явились. Вот. И, собственно, вот как-то на этой почве мы сдружились. Потом мы стали с Пашей иногда путешествовать по Волге. А потом, вот, пошло, поехало дальше и дальше. В один момент Андрей купил себе яхту, потом я купил себе яхту. Потом продали. У Андрея яхту. Ну, сколько вы сменили яхт в конце концов, да? Вот такой вопрос возникает. Ну, дело в том, что мы-то яхты покупаем, Павел-то их строит сам. То есть тут есть разница, да? Не, ну, Андрей-то тоже. Ну, я их не строю, я их, как бы, их, это кастом называется. Когда ты что-то берешь и делаешь так, как тебе хочется. Ну, как по циклу, да, или какой-то там бонор, из которого получается некий такой продукт. То есть покупаешь корпус или очень старое, непригодное судно, а уже все на отстройку. То есть из него делаешь эту лодку, которую ты хотел. Как тебе хочется. Да, лодку, вот эту, dream-водку, в общем, я не знаю. Ну, и Андрей тоже самое. Он покупает такие старые лодки, пристарые. Ой, как я помню, как он чинил эту лодку. Я две лодки, скажем так, реанимировал. Одну пластиковую, одну железную. Потом после этого у меня было еще две лодки. Сейчас, сейчас, четвертая. Тоже себе пластиковые. В общем, по количеству лодок у нас Андрей больше всех отличился. А, еще я уже этой второй лодок, тоже пастик. Пару всех. Ну, да, и грибных у него, тоже там, штук себе. Тоже пластиковые все. Представить по пластиковым лодкам. Ремонт и реставрация. А где они все хранятся или припаркованы? Как правильно? На чудо-острове Свяческого. О, вот тут мы передаем слово Артему, да? Ну, что, я вырос уже на кордоне, на берегу реки. Детство у меня прошло практически в воде с мая по сентябрь. Я находился постоянно. Но я, конечно, на грибных в основном перемещался, там, судах. Я любил очень греблю всегда. Потом ходил, кстати, на кабан, в секцию, на байдарку, к Николаю Николаевичу, тренеру, который папа моего еще тренировал. И, да, прадед по отцу у меня был камевоезжором общества «Кавказ и Меркурий». Ух, пароход мой. Шикарно. И я таким образом тоже как-то исторически, получается, связан с водами магистральными. Ну, потом, уже когда я стал работать с музеем, мы стали собирать коллекцию противорителей по Волге. Там всякие материалы, связанные с обычной темой. То есть у нас есть коллекция, там, допустим, открыток старых, там, пароходов, каких-то волжских видов и так далее. Ну, и вообще связанных с Волгой материалов у нас очень много. Ну, и поскольку я работаю сейчас в Свияжске, и постепенно яхтемена, их как магнитом, манит чудо-остров в большинстве своем. Потом нас, так сказать, там, в Свияжске до революции было на территории Успенского монастыря кладбища. Там завещался похоронить такой известный тоже яхтенный человек, адмирал Лихачев. Ну, в общем, он был адмиралом боевым, который участвовал в сражениях в середине 19 века, в основном, там, в Крымской компании, в других. В Кругосветном путешествии принимал участие. Он в последние годы жил во Франции в основном, но завещался похоронить в Свияжске. Он был одним из основателей, тоже участников вот этого Казанского вехт-клуба старого. Ну, могила, к сожалению, трачена, и мы надеемся, что ее удастся восстановить, потому что есть фотография, ну, и можно хотя бы что-то типа кинотафы сделать, потому что кладбище разорено было. Он не заполнил, наверное, даже? Нет, оно на территории Успенского монастыря было, то есть он наверху был. Там доска, по-моему. Разрушили памятник, он такой достаточно большой был, с крестом из мрамора. И поскольку в Свияжск окружен водой, у присутствующих здесь их сменах возникла идея, естественно, каким-то заняться экологическим маршрутом, связанным с парусным или галебными видами спорта, используемым в этих водных ресурсах. И Андрей создал Центр Свияжского водного туризма, который пока еще полную силу не заработал, но мы все надеемся, что он себя еще проявит. Там сейчас оборудована стоянка для судов. Есть где встать. Ну, какие-то создается инфраструктура соответствующая Яхтина. И также планируется создать, как это Павел Иванович придумал название, музей народного судостроения. То есть некий такой участок, на котором будут делаться самодельные лодки по старым технологиям. Мы ездили буквально две недели назад в Киже, изучали опыт. Больше двухсот мастеров сохранилось, которые владеют технологиями. У нас, к сожалению, живых мастеров нам пока не удалось обнаружить. Я знаю, что в Свияжске все в Собакино заказывали лодки в деревне. Мы специально туда поехали, ходили по всем дворам, но выяснилось, что последний мастер несколько лет назад умер. И наследников мастерства, к сожалению, не осталось. Мы говорим, что в Васильево есть еще один мастер. Мне еще сказали, что в Протопоповке. Протопоповке, ну вот. Есть легендарные какие-то фигуры, с которыми нам предстоит познакомиться. Мы планируем... В Кижех, наверное, не случайно, да, все-таки известный храм, построенный без единого гвоздя. Как легенда. Это, конечно, информация. Ну, вообще, там много, да. Там много дерева и много... Ну, они реально используют вот эти суда достаточно архаически. Вот. А еще несколько лет назад Андрей тоже мне подсуетил, так сказать. Сказал, что тут один, значит, товарищ продает корпус деревянный судно. Очень красивый. Надо его спасать, потому что он там, ну, в общем, хотел там заниматься. Как другое сказать, я понимаю. Да. Хотел им заниматься, но у него потом как-то руки опустились. И когда я проехал, действительно, увидел деревянное такое большое судно, это оказался баркас деревянный, который построен был в Архангельске на Соломболинской верфи. Это такое очень старое производство. Там лодки промышленным способом делали времена еще Алексея Михайловича царя. То есть с 17-го века. И причем форма этого судна и конструкция, она не изменилась. Вплоть до 20-го века не менялась. Ну, и вот одна из... Сейчас эта верфь закрылась. Один из последних корпусов. Вот. Я купил там очень недорого. И последние два года, ну, в общем, занимаемся реанимацией. В том году мы даже вышли же на нем. В том году мы нашли ненадолго. Но, правда, это не парусное судно. Мы из него сделали моторный баркас. Там парусное вооружение будет установлено, но основной там движитель будет такой дизельного типа, скажем так. Но, тем не менее, все равно это судно, оно такое антуражное само по себе, в общем-то. И... Где-нибудь есть? Фотографии? Да, есть, конечно. Видеоматериалы, может быть? Есть, конечно. Есть, да. Ну, оно займет достойное, так сказать, свое... В музее. В музее место, да? Да, в музее место. К историческим памятникам судостроения вы тоже, наверное, обращаете, да? Вот стенки разные, челны, вот челны... Нет, ну, во-первых, да. Мы проводили в Свияжске выставку позапрошлом году, очень интересную. Дело в том, что я, ну, как-то увлечен темой речного пиратства волжского. Интересно. И мы, собственно, сделали выставку, которая называлась «Ушкуйники на Волге». Ну, ушкуйниками называли в средневековье новгородских вольных людей, которые ходили по Волге, по северным рекам и занимались, ну, по сути дела, не пиратством занимались. Причем это было такое, ну, новгородское организованное движение. Богатые городские горожане выделяли деньги этим добрым молодцам, значит, на их походы помогали построить суда. Они просто занимались грабежами. В частности, кстати, город Булгарни взяли, там, не помню в каком точно году его, разорили, ограбили, вернулись в добычу, соответственно, расплатились со своими инвесторами, ну, и себе нажили каких-то денег. Ну, это явление, оно существовало вплоть до 15 века. Сохранились летописные источники, сохранились рисунки, например, в лицевом летописном свозе. И мы сделали такой совместный проект с музеем Великого Новгорода, музеем-заповедником, с Кировским музеем. А под Вяткой, значит, под Хлыновом тогда была одна из столиц ушкуйников. Вообще считается, что Вятка есть одна из версий с новым ушкуйниками, как раз пришедшими из Великого Новгорода, там, по ручным путям. И мы там представляли материалы, связанные с вот этим путем. То есть, например, новгородские предметы средневековые, которые в Булгарии по раскопкам были обнаружены, которые могли быть туда занесены вот этими, да, разбойниками ручными. Булгарские предметы из Новгородского музея, там они есть тоже. Тут замки гривны серебряные, такие характерные для Великого Булгара. Ну, и плюс у нас там жемчужина нашей выставки. Это был кирпич из одной из новгородских церквей. Кирпич, если память не изменяет, по-моему, 12-го века. Это самое древнее изображение парусного судна, вообще, на территории Российской Федерации сохранившееся. Там на глине мастер, значит, нарисовал некий корабль, ну, достаточно примитивным образом. Ну, и, в общем, все, кто пытается реконструировать вот эти ушкуи, они, конечно, адресуются к этому изображению. Потому что, в отличие от Норвегии и скандинавских стран, до нас до сих пор не обнаружено судов типа ушкуя у нас археологических. То есть, есть более простые конструкции суда. И это очень интересный источник для нас. То есть, вот, ну, в Свияшке, мне кажется, все тоже дышит рекой, связью с рекой. Поэтому там сам Бог велел заниматься какими-то такими лодочными безумствами. То есть, уже в этом сезоне можно будет в яхт-клуб новый попасть как-то, да? Да, собственно, в прошлом году уже можно было там чалиться и проводились соревнования. У нас национальный музей устраивает ежегодно, так называемую, музейную регату. То есть, парусная яхта выходит из Казани, заходит в верхнюю слон, печище, она заканчивается в Свияшке. Ну, в прошлом году вот такой, по крайней мере, был маршрут. Мы для яхтсменов организуем экскурсии, там, организуем программу некую. А вот, опять же, для профессиональных или для непрофессиональных? Ну, такого понятия, мне кажется... У нас сейчас нет профессиональных. Профессиональные, это же что? Это когда ты участвуешь в каких-то регатах на своей основной профессиональной деятельности. Ты ничем больше не занимаешься, ты занимаешься только гонками бригад. У нас, наверное, в Татарстане, я думаю, что вообще таких нет людей ни одного, скорее всего. Ну, прям, коренных татарстанцев есть какие-то люди, кто временно здесь живет, и он вот по своей профессиональной деятельности больше пребывает не здесь, а вот где-то там, в море. Это могут быть моряки торгового флота, вот они профессионально этим занимаются, а в большинстве своем и в массе все практически яхтмены, основная у них деятельность какая-то другая. И вот летом, пятницу, субботу, воскресенье, яхтсмена выходного дня. А яхтсменом каждый может стать? Конечно. С нуля абсолютно, да? То есть яхтингу все возрасты покорные. Ну да, существует иллюзия, что это какой-то спорт зажиточных людей, там, каких-то богатеев, но на самом деле это с точки, мне кажется... Или требующие сверхчеловеческие способности. Вот я, например, на вас смотрю, честное слово, как на богов, потому что... Правильно. Приятно. Вот Пашино судно, да, по-моему, примерно? А, вот это Пашино судно. Это... Что за судно, если можно, в двух словах? Это разбилер, бутылка шампанского. Судно Степана. Оно вот построено вот в виде кастома из корпуса норвежского Вильбота. Вильбот это такое некое спасательное судно, которое характерно, у него что корма, что нос остренький, понимаете, да? Моторное судно, да? То есть дизельное. Ну, вообще, на нем, изначально, конечно, стоит мотор, но в нем есть место для установки мачты, вспомогательного парусного вооружения. Самой в носовой части. Вот. А мы уже из него. Это потому, что очень хороший сам обвод корпуса форма. И это очень популярное в мире движения переделки спасательных лодок под нужды отдыха или вот путешествий. То есть это настолько древняя такая идея и движение, что уже там тысячи вариантов переделки было. И сколько только путешествий. Вот конкретно на этой лодке наши казанские арктические археологи совершили несколько путешествий к острову Вайгач. Это почти около Новой Земли. Единственное, что она, так сказать, так как она самодельная, она не совсем подошла им, поэтому они ее там продали и сделали себе другую. Так она шла-шла-шла по рукам, потом она в итоге ко мне попала в виде металлолома. Вот. Это было в 70-е годы. Это, ну, легендарные. А эти старики, мощные, как их называют, они до сих пор ходят в эти археологические экспедиции. Правда, они что-то сейчас на Таманский полуостров переквалифицировались с Новой Земли. Ну, там, видать, потеплее все-таки. Хотя и на Новой Земле они были не так давно. Интересно. А вот хотелось бы спросить, вот сейчас перейти к теме пересечения водных границ. То есть вот все-таки в Татарстане возможно, да, занятия яхт спортом и серфингом в том числе, но это популяризировалось в первую очередь за рубежом, да. И туда вы и отправились за рубеж, чтобы получать официальные документы, да, о том, чтобы быть лицензированными яхтеменами. Я правильно понимаю ситуацию? Ну, не совсем так. У нас уже были права, российские. Отходили на курсы, нам их выдали. Тут ничего сложного не было. Там есть сложность в том, что это не каждый месяц происходит. А потом мы решили совместить и приятное, и полезное, и решили попасть в хорошие условия, в хорошую инфраструктуру, на хорошую лодку. И права получить, и там, мырочек попутешествовать. Международные. Дело в том, что вот эти международные права, они здесь совершенно на территории России никак не действуют. И всякие другие. Ты можешь там, не знаю, в лед очищать с окна с комобилем, но у них нет признания никакими службами, контролем. Да, но в России, еще один есть нюанс, в России вообще не требуется для парусной лодки любого размера никаких прав. А с чем это связано? Нет никакого ведомства, которое бы могло остановить тебя на воде. Причем, маленькую лодочку с моторчиком, они останавливают, смотрят номер, проверяют документы, права, и все. Ох, пошел, мы сейчас получим приключения и так далее. Нет, но большую 12-метровую яхту с парусом и с пачтой, они остановить не могут, не по каким вообще, да и проверить какие им права. Ну, это могут, это только в нашем регионе права. Ну, окей, права у нас российские, федеральные были, но те права, о которых вы спрашиваете сейчас, международные, они дают право брать лодку в чартер за границей. То есть, что мы впоследствии, вскоре после получения этих прав и сделали с Пашей и еще с другими ребятами, с семьями, в общем, да, то есть мы берем лодку в чартер, платим за ее аренду, залог, да, и при наличии этих прав мы имеем возможность без шкипера, без какого-то либо другого, просто взять лодку в аренду. Большую яхту и на ней путешествовать самостоятельно. Вот, без этих прав. Это все связано с тем, что вот эти права, именно они признаются страховыми компаниями мировыми. То есть, если ты лодку, например, топишь, условно говоря, ну, всяко случается в мире, кто угодно может утопить лодку. Утопил ты лодку. Если у тебя есть эти права, и ты официально там все их, как говорится, получил, то ты с чистым законом, если ты все, ну, соблюдал все правила. Например, те права, которые мы получили, они позволяли нам ходить только в светлое время суток и недалеко от берега. Если, например, ты шел на лодке, раз там стемнело, ты ее посадил на какой-нибудь риф, она утонула, то уже ты или иного. Если это все произошло днем, то не ты. Ну, и если ты там ничего не нарушил, действительно. Есть разные уровни квалификации. Наша называлась BadBot Day Skipper. То есть, дневное время, без команды, самостоятельный skipper. То есть, там мы говорим, сколько миль от берега и так далее. Есть более высокие категории, да, там Open, Ocean, Яхтмастер и так далее. То есть, океанские, Unlimited, но всякие категории, они, естественно, там все по-другому, все круче. Наша категория, это, по-моему, двухнедельное обучение и сдача экзамена. Определенные мероприятия нужно выполнить, показать, парковку, спасение утопающего, что там еще. Ну, просто разные курсы, вождение яхты и так далее. А для этого нужно знать английский язык? Да. Нужно знать команды на английском языке. А, именно вот. То есть, их можно выучить. Да, вся терминология, которую мы привыкли употреблять здесь и мы читаем в книгах, она на голландском языке. То, что мы привыкли, да, все вот эти вот словечки. А сейчас в мире принят английский язык и английские команды. То есть, нам немножечко пришлось переучивать. Но потом мы опять вернулись к привычному. Голландскому. Голландскому, да. Я бы даже сказал, просто к русскому. Перешли на свой родной язык. Ну, расскажите, как это было? Вот, что ты, я слышала, видела. То есть, как эта поездка у вас получилась? Ой, поездка получилась. Почему это было весело? Поездка получилась достаточно спонтанно у меня, потому что обычно после Нового года, к февралю, в конце января у меня начинается какая-то грусть и тоска по морю. Я начинаю что-то сидеть в интернете. Я так и думаю, интересно было бы вот как-то куда-нибудь поехать. А может, чего бы нам не получить? Я набираю получить яхтенные права. Ну, просто гуглю. Гуглю. Выходит первый телефон. Я звоню по этому телефону. Вперед парень. Мы с ним договариваемся, что я к нему приезжаю. Там еще приедут со мной ребята. Мы все такие капитаны. И уговариваю, что это было бы не две недели. Ну, вообще это... Экстерном. Да, экстерном, в общем. Короче, и вот мы... Ну, вот просто буквально там один телефонный звонок, без какого-то там поиска, каких-то там комментариев, там мнений. А потом оказалось, что вот этот парень... И у нас с ним нашлись общие знакомые из Казани, да. Ничего себе. Вот. Это все-таки довольно тесный мир. Так или иначе, это... Да. И куда это какая-то точка была? Это была Турция, Марморис, столица вообще яхтинга турецкого. Угу. Он сам турок, да? Нет, он сам из Петрозаводска. Ага, понятно. Вот. Но он уже лет пять живет в Турции. У него своя школа. Он каким-то образом там удалось купить эту яхту. Две. Две даже. Две яхты. Хорошие это новые немецкие яхты. И вот он свою школу там вот организовал, получил лицензирование и учит. И вот выдает. Кстати, мы с ним сейчас начинаем делать некую методичку для этого курса. Я там буду графику ему делать, а он ее будет прибыть. Угу. Понятно. И как это все выглядело? Как это все было спланировано, организовано? Ой, а как? Ну что-то купили билеты. Ну сначала... Полетели в Стамбул. Стамбул. Ну да, без визы и въезд на самом деле, да? То есть в этом легкость была. Ну очень классно. Все это... Ну это же апрель какой-то, да? Да, это был не сезон. Спицы тоже как-то-то подгадали, да, чтобы не было особого... Ажиотажа туристического, да. Ну весна Турции это вообще прекрасно, да. Потом мы из Стамбула, погуляв по Стамбулу, денек без ночевки, мы сели в автобус и насквозь через всю Турцию, вот так по карте... Двенадцать часов в автобусе. Двенадцать или четырнадцать часов в автобусе, переправляясь на морском пароме, вместе с автобусом имеется ввиду, через всю Турцию проехали, посмотрели так из окошка автобуса и приехали в Марморис. И там в Марморисе сразу же мы поселились не в гостиницу... А нет, все-таки пару ночей мы там, потому что мы заранее приехали, там с рейсами авиационным было связано, неважно. После этого мы поселились вместо гостиницы на яхту, на которой мы учились, и неделю мы жили на яхте, собственно, в каютах своих, на яхте есть все, но яхт-клуб устроен очень комфортно, то есть любой. А в Марморисе яхт-клуб считается очень неплохим даже по мировым стандартам, и поэтому со всего мира яхтсмены многие отстаиваются зимой в Марморисе, потому что недорого, Турция, но комфортабельно, абсолютно круче, чем во многих других мировых яхт-клубах. Вот, то есть ночуешь ты на яхте, которая стоит на приколе, а пользуешься всеми удобствами на берегу, там есть душевые, огромные коридоры, душевые кабины, туалеты, кафе, если есть желание, рестораны любого уровня абсолютно, но все это на территории яхт-клуба, туда другим людям допуска нет, только яхтсмены. Вот, и мы преимущественно готовили сами на борту, сами же и ели, в обычном гастрономе, как Ашан какой-нибудь, на территории яхт-клуба, да, покупаются обыкновенные продукты за обыкновенный день, как здесь бы мы купили, в Казани, сами готовили, то есть это очень эконом, можно, конечно, питаться в ресторанах. А сам курс обучения сколько стоит? 1200. 1200 евро, да? Двухнедельный. Двухнедельный. Ну, он так не меняется, цена уже вот много лет, 1200 и все. Ну да, так с практической точки зрения, если действительно планировать, да, там... То есть 1200, ты живешь на лодке две недели, и это в тебя включает обучение, потом выдачу прав и твое жилье, собственно, на этой бодке. Ну так, бельем. Потому что ты еще, как бы, у тебя какая-то рекреационная часть, то есть ты отдыхаешь же еще в этот момент, и ты не плачешь депозита, то есть... Газ? Артем, ты бы поехал? У меня просто времени нет, на самом деле, я бы, конечно, поехал куда угодно. В этом году хотел поехать. У нас же накишеская регата. У нас уже стекло пять лет с тех пор, как мы ездили, то есть наши права в этом году заканчивают. Превратились в стеку. А, уже превратились. В 18-й год, в 13-м году мы ездили, да. То есть в этом году мы должны либо поехать их подтвердить, либо остаться бесправными. Ну и что у вас в планах? Ну, сейчас... Ну, конечно, я в октябре поеду. А там, по-моему, можно как-то их это... более простым способом. Присутствие все равно не входило. Надо бы сказать, что на сайте. Ну, посмотрите, прошу. У меня другая безумная идея владела, на самом деле, потому что я осенью учился в университете Эразмус в Роттердаме и жил там на барже. Ага. И как раз так удачно получилось, что там ночью хороший большой морской музей в Роттердаме, там вообще интересно так сделано, там старая гавань Роттердама предоставляет преференции владельцам исторических судов, то есть те, кто доказывают, что у них там судно имеет минимальные переделки, является историческим, они предоставляют бесплатную стоянку. Ну, то есть это как бы очень выгодно, там, учитывая, что это, ну, большие достаточно, какие-то баржи всякие, там, начало 20-го века, переоборудованное жилье, как правило. И там в этом морском музее проходила выставка «Жизнь на воде», которая рассказывает о вот этой культуре жизни на воде в Голландии. Ну, там очень много всякой прикольной, на самом деле, было информации, там, какие баржи переоборудуются, как там в Утрехте, по-моему, значит, там, публичные дома досаждали, которые в центре находились, решили переместить на баржи, на баржи, да, создали специальный район, который был вот районом Красного Баржи, да, Германия, который потом переформатился просто очень модное и дорогое жилье на воде. Вот, и, ну, эта тема интересная, у нас законодательные тоже все, как обычно, в стране, не просто отношения в жизни на воде, но, мне кажется, имея вот такие просторы водные, мы все равно должны как-то, да, к этому прийти. Мне кажется, да, принять европейский опыт, кстати, вот в Англии тоже, практика, болтхаусы, опять же, да, вмерзают в лед у нас они только. Да, единственный минус у нас, конечно, зимнее время года. В Голландии тоже примут, значит, или уезжают. Вот в Будапеште, опять же, есть Артемов 38, судно, стоящее на Дунае, это клуб. Ну, да, используют как клубы, как бассейны делают из баржи, там всякое разное. Ну, то есть, в принципе, потенциально мы могли бы тоже что-нибудь. Могу, животное держава. Казань, порт Пятимарей. Казань, порт Пятимарей, и здесь проводились, наверное, не случайно водные виды спорта, да, соревнования. Ну, конечно. По водным видам спорта. А вот мне просто интересно, чем водное пространство Турции, скажем, я понимаю, что там, конечно, вода другая, чем это отличалось от того, что вы здесь ощутили, вот на реке Волга, да, и, собственно, в море. Я понимаю, что это небо и земля, можно сказать. Я сейчас на примере, на таком расскажу, знаешь, мы, когда ехали, мы сразу решили, что будем снимем ролик для себя, естественно, просто, чтобы были веселые воспоминания. И я, как режиссер этого ролика, несколько фишек таких заранее запланировал, что, значит, будем, вот это, это сделаем, так как про себя я имел в виду. Ну, и вот, когда, значит, была первая встреча с нашим преподавателем, экзаменатором будущим, мы решили, что мы должны быть как-то одинаково одеты, ну, чтобы это было интересно смотрелось. А как мы можем одинаково одеться, ну, либо напечататься фирменные футболки, у нас на это не было времени, что-то мы не стали запариваться. Тельняшки, тележки есть у всех, мы же волжские ребята, вот, и вот мы, значит, тельняшки свои взяли, и в нужный момент, первый раз идет принимать команду наш этот учитель Глеб, вот, и мы выстроились, поставили камеру на штатив, чуть поодаль, все, доставили. И вот он идет, и мы во фрунт все встали, стоим в этих тельняшках, и такие, значит, все на вытягивание стоим. Он подошел, поморщился, совсем поздоровался, и такой говорит, надо будет вам футболки вать. То есть в тельняшках ходят, ну, там, рыбаки и алкаши, то есть, ну, это не яхтенный стиль. Там, не, ну, можно девочку нарядить, наверное, в тельняшках. Наверное, и наказать. Там совсем другая история, то есть в белых брюках и чистых белых яхтенных туфлях. На босу ногу. С пирса ты ступаешь на борт белоснежной яхты. Как у нас происходит посадка? По поясу в Илле, там, сталкиваешь, значит, вот, самое, карабкаешься, все нормально. Канистр тачек. Канистр тачек, да, никаких пирсов, ничего, то есть вот такая примерно разница. Все понятно, интересно, да. Да, у нас такое экстремальное яхтение. То есть и яхтсмены, там, действительно, очень много пожилых людей с подстриженными бородками, такие, все там. С трубочкой. Они вообще не так, да, там, все это оборудование, все сделано, они такими. Ну, и вот, без оцентрации. А у нас тут есть некий героизм во всем. Преодолеть все невзгоды и всю непогоду, да? Да, у нас еще инфраструктура, скажем так, не очень развита. Была, пока Андрей не открыл центр водного туризма. То есть там можно будет уже выходить в белых брючках напитки? Практически, практически, да. Если не упадешь. Там есть и в белых брючках, выл по поясу. И толкает. Там все хорошо. Я бы не придумывал. Там на сегодняшний момент все хорошо. То есть там грязи нет, санузлы, освещение, кафе. Сувениры, веселительные напитки. Магнит. Кранаты. В общем, все хорошо. И все это делает Андрей? Ну, нет, все делает группа людей инициативных. Просто вот по полной отличии тоже еще от моря. Это было почувствовано еще, когда мы все на Венцерфе поезжали. Там тоже Красное море. Просто ощущение, чистота. Ну, все другое. Одно дело, ты падаешь, допустим, в августе в зеленую воду у нас на Волге. Я люблю Волгу. Это не потому, что я это не люблю. Да, да, да. Потом, знаешь, отмываешься. Там вода уже такая прохладная. Другое дело, ты падаешь в январе в шортиках водных. Красное море. Ну, конечно, это необычное. Ну, а с другой стороны, вот ты когда говорил, вот эти дифирамбы о белых брюках и так далее, я вспоминаю, как Андрей с Павлом, ты, по-моему, не участвовал, такой был хэппиинг. Они на деревянном трехмачтовом судне, значит, перемещались там откуда-то из Португалии. Куда вы? В Чнеп-Чнеп-Чнеп-Чнеп-Чнеп-Чнеп-Чнеп-Чнеп-Чнеп-Чнеп-Чнеп-Чнеп-Чнеп-Чнеп-Чнеп-Чнеп-Чнеп. Там, значит, вахты бесконечные, спать приходится в каком-то гамакет, гальюн мыть, и вообще там жизнь не сахар на судне, на самом-то деле. Когда ты матросишь, что-то так, по-честному. Да, шорты только один раз одел, всего лишь, поездка к часу. Поездка к поездке розы. И только перед зерклом в каюте, да? Нет, и то, когда мы мыли палубу, чтобы, ну, не забыть, не забачить одежду, я одел шорты летние. Кстати, это, кстати, хорошая тема для вашего проекта. У нас есть много видеофайлов, мы специально снимали на GoPro, на Соньку, но до сих пор чуть не смонтируем. Ну, надо смонтировать просто, Андрей, надо собраться, смонтировать. Это речь идет о поездке на фрегате «Штандарт», такое легендарное судно российское, которое в свое время было флагманом фестиваля «Алые паруса» в Питере. Но сейчас оно уже очень много лет, скажем, покинуло пределы Родины и путешествует вокруг Европы, но под русским флагом, под российским. Вот, в Россию оно не возвращается, оно невозвратное уже, там, какие-то, скажем так, неразрешимые противоречия возникли у капитана с российским законодательством и с его кораблем. Ну, просто так, действительно, российское законодательство, вот эта правовая база использования больших судов, оно не позволяет использовать деревянный корабль, в принципе, вообще. То есть, такого размера. Почему? Ну, так вот построено. То есть, нет такой возможности деревянный корабль по закону эксплуатировать. Либо с ним должны выходить два этих пожарных катер. Безброжный. Либо съемочная группа, да? То есть, это, если он, например, не настоящий. Да, да, да. И вот он плюнул на все и припеваючи себе путешествовать вокруг Европы, участвовать в разных местах. Нет, ну, сначала они получили сертификацию полную в Германии. Ну, да, да, да. Все документы, чтобы там по безопасности там и все. И на этот корабль может попасть любой абсолютно человек. Качество волонтера. Просто достаточно стоит... А, волонтера, то есть? Стоит набрать там... За небольшие немедленно. Да, набрать... Не юнги. Ты, когда туда приезжаешь, ты становишься членом команды. Ты записываешься в определенную вахту. То есть, весь распорядок жизненнослужим делится на вахты. Чем по четыре часа. Четыре часа либо ты спишь, либо ты просто ходишь, и следующие четыре часа ты уже несешь какие-то обязанности на суде. Все, что там нужно делать. Ты моешь, готовишь еду, там, раздаешь еду, посуду моешь, там, убираешься. В случае, там, чего тебя зовут, там, ты тянешь веревки. А потом все, ты можешь идти спать. Следующие четыре часа. Там, чтобы снять парус, а особенно его поднять, там один человек не управляется, там сразу убегает человек. Шесть, чтобы поднять этот парус. Там нет таких современных блоков. Ну, в общем, это реплика исторического судна, надо так сказать. Да, да, да. То есть, это старинные каких годов? Это Петровский. Петра Первого, да? Шестнадцатый век, получается? Петра Первого, да? Петра Первого, да? Ну, что-то да, да, да. Восемнадцатый век, да? Ну, да, семьсот третий, это восемнадцатый. Ага. То есть, оно сделано полностью точной копией. Вот, все, никаких там механизмов, ничего. В интернете есть фильм, как они его делали. Чертежей тоже где-то отношено. У них чертежей были внешне, только внутренних, как бы, как называется, внутренних помещений. Ага. По эргономии там у них не было. Ну, естественно, у них стоят двигатели, конечно. Ну, наверное, да. Потому что два здоровенных движка у них стоят, на случай безопасности. Еще что интересное, у него внутренние вот элементы судна, да, силовой набор, так называемый, сделан из дубов, посаженных во времена Петра Первого. То есть, эти дубы, по сути, может быть, он и сажал, по его указу. То есть, горзеленхоз питерский, он проводил вырубку аварийных дубов в Питере. Их там много. И они передали вот на строительство корабля. То есть, там выбрали древесину какую-то. И вот ее там, ее там можно лицезреть. Сидишь, кушаешь, у тебя вот над головой вот, ну, потому что видишь, это там сделано не в виде доски. То есть, доску не делали, а это, ну, вроде какой-то брус, и на нем видно, что это дерево. То есть, это оно живое, там, с кривулиными какими-то. Ну, фильм у них очень интересный. Ну, вообще, всем рекомендую. Сами рубили лес зимой, выбирали. У нас во дворе Саевского музея, кстати, растет дуб, который является вот отростком от дуба Петра Первого, который там посадил где-то в Петербурге. Нам подарили коллеги из Петербурга. Ты пошел дальше? Ну, Росток, да. Растил. У нас Петербургский дуб ударил музей. Ну, это хорошо. За чугодным заборчиком, я надеюсь, естественно. За деревянным. За деревянным, да. И это тоже проявление вот, собственно, вот этой фарусной тематики, то есть, поехать вот в какую-то такую... Таких кораблей много, но вот это штандарт, он деревянный. Есть Крузенштерн, есть Сигур. На Крузенштерн тоже можно по этому же принципу попасть. Но только значительно дороже. Подороже, но и посложнее, мне кажется. На Крузенштерне ничего сложного, просто там не так интересно. Ты там пассажир. Как раз, как ты хочешь, белый глючик с чашечкой кофе. Вышел, а потом можно уйти. А вот тут именно ты в команде. На этом, я где-то по-другому слышал. По этому, поехал в Москву по этому, по еврейскому. Там, значит, компания Макаревича. Вот так уж мы его называем. Как компания Макаревича там это собирается. Опять, музыканты, иначе тоже на Крузенштерне, периодически они там с ними ходят. Тоже к ним посаживаются на каком-то этапе. Вот. Вот. Ну и еще раз стоит отметить обязательно, мы уже почти все аспекты парусные вот этого мира осветили. И еще один такой самый, скажем так, ренегатский. Это уже когда ты уходишь от цивилизации, некий такой яхтенный дауншифтинг. Это называется кругосветка. И образ жизни кругосветчика. То есть это некие такие люди, которые решили, что им в этом мире больше делать нечего, и они отправляются просто жить в океане. Они там всегда живут. У них есть лодка. Как правило, у них есть какой-то, у большинства есть какой-то либо там пенсии, либо какой-то там накопление доходов, либо квартира в Москве, там или в каком-то другом городе, который можно сдавать. В общем, какой-то доход, который позволяет им получать, ну, нужно в среднем 500 долларов в месяц. Это минимум 500 долларов, как говорил. Но, товарищ, полторы тысячи, это безбедное существование, 500 это минимум. А полторы это уже вообще очень хорошо. Безбедное. Да, а особенно если ты находишься в некой зоне мирового океана, где есть какой-нибудь архипелаг, с приемлемыми ценами. Есть архипелаги, где очень высокие цены, а есть, где очень приемлемые цены, с таким достаточно гастрономическим изобилием. Как правило, это французские колонии, французская Полинезия, Туамоту, вот острова. И там вот, собственно, у них, как мека, там вот тысячи вот этих вот людей, ушедших из мира, значит, земного в мир океана. С материка ушедших. Да, и там вот Anchorage, это такие стоянки внутри лагуны. Там яхты стоят не на причале, как принято в Средиземном море стоять, они стоят себе на якорях. У всех тузики, они как некие города такие образуются. Они тусуются на архипелагуне. То есть какая-то маленькая лодочка, на которой можно до берега доплыть. Вот, и, собственно, я лично знаю нескольких таких людей, вот, и это очень, ну, интересные люди, которые все-таки, они навсегда, видимо, уже заражены, они даже сюда приезжают, они всегда спят и видят, когда они уплывут снова на эти страны. То есть это образ жизни? Да, да, да. Ну, есть, конечно, и молодые люди, да, там до сорока лет кто тоже так, но в основном это немножко уже как бы асоциальные такие типы. Они, как правило, путешествуют уже на каких-то там очень убогих лодках, но им вот просто интересен этот сам факт. И есть, конечно же, спортсмены, которые гоняются просто вокруг этого шарика, кто быстрее, значит, там, ну, это уже еще одна, это уже самая дорогая там часть вот этой парусности индустрии, кто участвует в этом профессионально, опять же, в принципе, это спортсмены, профессионалы, которые постоянно... Кстати, если есть профессионалы парусного дела, конечно, это же наши все тренера, они только этим занимаются, другими телами не занимаются. А чем они занимаются зимой? Тренера? А у них зимнее тоже. Зимнее обучение, да? Это где происходит? Ну, в разных местах. Ну, в Казани, вот, например, где можно пройти зимнее обучение? У нас есть несколько парусных школ. Теория. Теория. А, теория, да. Я как раз про что говорил, не каждый месяц, а вот как раз в зимний период, есть курсы проходят, по-моему, двух месячей. Трех бабушек. Трех они, да. Там идет теория. Ну, а дети в спортзале занимаются. Ну, потом есть детские секции спортивные, да, да, да. Есть Казарь, есть Зеленодольский, вот, прорезут. А, мы серьезные обучения. Зеленодольский лучше всего, конечно, нравится. Зеленодольский, да? Ну, там привезут. Там привезут. Это Сергой. Не Сергой. Это зовут имени Горького. Горького? А, Горького. Сергой, это же холодильник. Холодильник. Да, да, да. А вот почему быть готовым? Это интересно, опять же, вот такой, может быть, журналистский, что ли, вопрос, да? То есть человек, который хочет начать заняться водными видами спорта, в смысле яхтингом или парусным, или серфингом, почему быть готовым? То есть к большому количеству воды, к морской болезни, я не знаю. Вот есть ли такой какой-то вот список, что ли? Мне кажется, тут дело в чем? Тут просто человек внутри, в нем должно быть это как-то сидеть. Потому что, когда, допустим, первые люди, помнишь, когда приходили на кордон, переезжали вот первые люди, которые много-много были наслышаны про виндсерфинг. Это была такая модная тема одно время. Потому что я сам тоже пошел после того, как посмотрел фильм о гребне волны. Там были классические серферы, а у нас как бы виндсерфинг, за счет паруса и ветра. И многие приходили в виндсерфинг, и даже когда у нас были большие группы, которые мы собирали, тоже так спонтанно уезжали в Египет, там по 30-40 человек люди приезжали и в хороших условиях начинали учиться у хороших инструкторов, то тут сразу было отсечение тех людей, внутри которых ничего близкого к этому не сидело. А те, которые зацепились, их зацепило вернее, несмотря на то, что у них не получалось в первое время, они до упора доходили до нужного результата и дальше продолжали этим заниматься. Это такой очень единичный контингент людей, которые приходят обучаться. И, грубо говоря, по моим наблюдениям, если пришло там человек 10-20 обучаться за один период, из них осталось продолжающих, стопроцентно влюбленных, которых зацепило, человек 1-2, как бы такое соотношение. Человек сразу понимает, его это или не его, он попадал несколько раз, у него не получается, видимо, внутреннего кого-то упорства, стержня нет, он бросается и уходит. И так же, мне кажется, в яхтинге человек, даже прийдя к кому-то на борт, поучаствовав в заезде, в регате или просто в поездке, тоже понимает, нужно ему это или не нужно. Хочется ли падать еще раз, да, и вставать, и продолжать. Это, как мне кажется, вид спорта. Ну, с другой стороны, вот я, собственно, у нас товарищей сейчас нет, у Олега, чаще всего я на яхте оказываюсь в качестве помощника, просто такого, начинающего яхтмена. Мне вот, честно сказать, мне не хватает, ну, в Волгском яхтинге такой вот борьбы со стихией, потому что, ну, когда ты плывешь вот на лодке, на веслах, да, и оказываешься в бурю на Волге, это непередаваемое, я скажу, ощущение, конечно, когда ты реально думаешь, вообще ты это выживешь или нет. А как-то на яхте вот, ну, нет такого ветра. Может, ты просто не попадал? Ну, мне ни разу, на самом деле. Был шторм, наверное, на Волге? Нет, ну, шторм на яхте, да, я попадал. Ну, то есть, нет, был сильный ветер, как бы, все нормально, но нет вот, понимаешь, вот этого хода, нет вот этого, ну, нет вот такого. Ну, тебе надо на Степане пойти, потому что эти лодки, они безопасные, а Степану страшные. Да? Ну, ладно, договорились-то. Это надо хороший ветер. Да. Вот где на Волге несколько регат было, когда ветер был очень сильный, там, с белыми барашками, там, конечно, экстрим был очень даже сильный. Ну, я как-то пока не попал. Ну, и все-все впереди. Ну, кстати, главное, чтобы попав в такой экстремальный такой вариант регаты, чтобы у тебя потом это желание не отбилось, потому что как раз тоже попадая в экстремальную ситуацию, потом уже больше как бы оно не приходит. Да, ты помнишь, как мы познакомились с тобой как раз, когда мы из Светлой Поляны на веслах шли до кордона в грозу и в бурю? Потом на моторе молил уговор. Да. То есть, ну, у нас же не отпала охота после этого? Нет, нет. Вспоминаешь еще больше всякие такие моменты. Я вот, для примера, взял дизайнера одного знакомого, вот этот человек занимается и велоспортом, и в хоккей так, ну, играет хорошо. Ну, вся экипировка, если он постоянно раньше играл, я взял его на яхту, мы приехали, пошли из Казани в Свияжд и обратно. Туда более-менее ничего. Там у нас гистикры мы там приняли, а обратно был достаточно сильный ветер. Было сложно возвращаться против ветра галстями обратно в Казань. Потом у нас уже не было сил управляться с ветром. Мы спустили курсар, включили мотор, а до этого к нам подплывали знакомые аквабайкеры, которые путешествовали по всей Волге. Такая банда аквабайкеров, которые, кстати, еще тоже являются байкерами мотоциклетными. И они нас попросили бензинчику немножко. Они не могли заехать там в заправке, я мотлил. Потом нам этого бензина не хватило. Когда мы уже возвращались, там бензина не хватило, мы приезжали к берегу. Я там с канистрой махал, нам сказать, добрый дядя приехал на водку, нас возил в заправку и обратно. И после этого дизайнер Андрей, тоже зовут его Андрей, сказал, нет, это не мой вид спорта. Некогда некто трудности вот так вот есть. Волны, пожалуйста, и скачутся. Я как раз жалко, что сейчас, может быть, Паша вернется. Уже к завершению беседы, но все же возникает все больше и больше вопросов, потому что тема действительно очень интересная. Что вы любите готовить из морских тварей, если побоюсь этого слова, и рыбы? Я вот помню, что, кстати говоря, первые знакомства с Артемом, это именно была рыба. Потому что он приготовил чудесную жареную, я забыла только сам. Жареную кого-то. Жареную кого-то, да. Ну это было безумно вкусно. Нет, ну я на самом деле, я ведь, у меня есть такая кулинарная страсть, я, в общем-то, коллекционирую даже кулинарные книги. И у меня вот, ну в прошлом году у меня было великое счастье, я купил первое издание, там, 36 года, книги о вкусной здоровье и пище. Это вообще редкость величайшая. Я там за нее там торговался на одном аукционе, очень упорно. Я, ну, фанат вообще готовки, поэтому я готовлю все практически, конечно, из рыбы, там, супы, пироги и все прочее. То есть можно уже книгу выпускать самостоятельно. Нет, ну я вот, я даже, у нас же проходит такой конкурс Свияжский, День Свияжской Ухи у нас есть в сентябре. И там, собственно, люди соревнуются в изготовлении различных видов ух. И на первом конкурсе я там как раз-таки выступал с рецептом, с которым, кстати, меня познакомил мой, к сожалению, покойный товарищ Подмаров Кирилл Николаевич. У него, его бабушка, она старобрядная, из старобрядческой, как бы происходило, с рыбы, она готовила шербу старобрядческую, они это называли. Это уха из вобла с пшеном. Вот, и, ну, после этого я стал интересоваться, вот, рыбными супами, там очень большое разнообразие, на самом деле. Вот, и, в общем, ну, я люблю работать с рыбой, что называется. В общем, ну, люблю готовить. А есть любимый какой-то вид, сорт рыбы? Ну, я люблю, вообще, я люблю, ну, баябезы, такие, как бы, французского типа ухи. А сейчас я хочу сказать, что в связи, видимо, с санкциями, наградавшими на нашу родину, очень большой появился выбор морской рыбы в магазинах, мороженое, причем, которое не обработано всякими там ядохимикатами, потому что вот рыба, которая под соусом свежее продается, она, ну, фосфатами обработана, и она, в общем, какие-то неприятные доготовки. Рыба замороженная на сейлере, она, как бы, бездобавленная всякими. И вот, ну, рекомендую всячески, вот, продаются там. Брыска очень хорошего качества сейчас. Угу. Я очень люблю ментай по вкусу. Хотя, когда люди, выросшие в Советском Союзе, испытывают чаще всего к нему отвращение, вот. Но мне кажется, вот его, этот такой вкус, он очень интересный, там, структура мяса, он мне нравится. Угу. Ну, хорошо. Ауратино нанял внимание вновь. Обратите, пожалуйста. Это очень интересная проблема. Угу. Хорошо. А что скажет Кок по поводу твоего любимого блюда, которое ты, ну, то есть, твоего специалитет такой? Я готовил, я готовил мурену. А, помню. Мурену, да? Да. Наш, значит, преподаватель вот на этих инструкциях. Ну, я инструктор реактивных этих курсов, Глеб, он увлекался, увлекается подводной охотой. Угу. Он много чего там подбивал, периодически, он всегда нырял, обязательно на каждой якорной стоянке он куда-нибудь уходил, под воду. Обычно возвращался с добычей. Вот один раз он подстрелил мурену. Ну, мурена, это такая пятнистая... Ну, она не очень вкусная. Пятнистая змея. Она очень вкусная. Она по вкусу напоминает очень... Креветки. Креветки. То есть, такое плотное белое мясо. Без волокон совсем. Да, да, да. Очень вкусная она, правда. Такие вкусные, что-то вот на белом море. Ее очень трудно чистить, потому что у нее не чешуя, у нее кожа, как у змеи, и она такая скользкая. То есть, она как пчула должна сниматься. Одним словом, я с ней помучился, а так дальше готовится очень легко, быстро, как обычная любая белая рыба морская. Вот. Ну, вот нам понравилось. А потом ты готовил еще барракуду. Барракуду я не готовил. Никто не готовил. Он ее подстрелил. Это была рыба-ин-лайн. Ее подстрелили, потом позвонил туркам, и с рыбаком прокрутился, можно лезть и сказать, лучше не есть. Знаете, что можно отрезать голову, там что-то удалить? Ну, говорит, лучше не, это мы не... Операция нужная сделала. Мимикред напалму положили от барракуды, она стала там напалму в полосочку. А, нет, она в полосочку стала. То есть, рыбка не вот такая. Раечку, она положила черный ласт, она черная стала. Понятно. Ну, все. Ну, возвращаясь к главному вопросу, с которым мы начали, то есть, как весело и недорого отдохнуть в море, вместо того, чтобы просто на море прохлаждаться на песочке, на суше, да, то есть можно, во-первых, начать с казанского, со свияжского... Центра водного туризма. Центра водного туризма, да, это рай. Затем можно волонтером попасть на... На корабль. На корабль, да. Вообще. 250. Даже 250. Ну, это, да, тоже совсем. Кморев, например. Кморев, да. Кморев. Вывешивают периодически. На этой странице средиземки, пожалуйста, членом команды, быть готовым, ну, там, выполнять определенные, затягать веревки там по каждому. Ну, в принципе... Ничего такого. И ничего даже там, может, тебе ни разу не придется... Может и так. Может и так. Ну, и третий, это отправиться за лицензии за рубеж в тот... Не обязательно за рубеж. В Питере есть школы. Можно... Морские, в Крыму, пожалуйста. Можно... В России полно тоже школ. Можно отправиться. И там в море учиться. В Арватии, в Черногории... Здесь море, там есть школы. Тоже Google в помню. Google в помню. Ну, и отматывая совсем назад, совсем на самое начало, да, мы начали с того, что данная встреча, она в рамках поддержки кинофестиваля «Юшут» 2018, да, 20-го выпуска, вот, форум «Время кино» нам поставил такую задачу подумать, как «Татарстан как локация» будет интересна для кинематографа, собственно. Вот. Вот такой риторический был вопрос поставлен, над которым мы думали, и вот Андрей произнес фразу, что я заинтересовался серфингом, посмотрев фильм «На гребне волны», то есть кино это является определенным медиумом, что ли, да, который нас, в частности, как и другие, конечно, источники влияния, как детство, как родственники, да, приобщает к некой культуре, к некой... к некому роду, виду занятий, да, к некому виду увлечений. Так вот, может ли «Татарстан» быть привлекательным для кинематографиста? Вот вопрос, конечно, Андрею, наверное, в первую очередь, во сколько вы фотохудожник, в частности, да, как вы представились. То есть является ли «Татарстан» фотогеничным? Потому что очень много... у нас в данном... на данный момент много заявок, которые приходят со всей России, но мало заявок, которые приходят из «Татарстана». О чем это говорит? О том, что... О том, что у нас все заняты очень... у нас где-то деловой же, да, регион, мне кажется, и поэтому... Романтики мало. Романтики мало, у нас такой народ, как бы, да? Ярозаичный. Прозаичный. Да, у меня немножко, да... Привлекательность для снятия... Для документального фильма или для художественного кино? Для... Не, ну, просто вообще для кино. Вообще для кино, да. Ну, на самом деле, я могу немножко прокомментировать, потому что у нас же проходит в Свияжске фестиваль документального кино, да, международный, там, разбежка, наверное, директора. Вот с этой точки зрения, как бы, ну, интересен, в данном случае, Свияжск, потому что там проходит школу документального кино, в ходе которой молодые киематографисты, там, выполняют какие-то задания, да, общаясь, там, с местным населением, которые имеют, как чаще всего, очень богатые биографии жизненные, и, ну, их интересно снимать. Потому что, ну, кино – это ведь о человеке, прежде всего, там, виды и натуры могут быть какие угодно, но эти виды – это, как бы, жанр National Geographic, а нормальное кино, оно, как бы, построено, все-таки, в основном, на личностях каких-то, да, на каких-то людях, которые, на славу Богу, имеют место быть. Вот, а по поводу художественных фильмов мы тоже вели с одним продюсером московским, ну, там, неважно, с каким-нибудь, с какой компанией будут говорить, такие предварительные переговоры, вот, в отношении Свияжска, допустим, но сам Свияжск, он, как бы, для исторического кино не представляет, по большому счету, интерес, потому что там вся среда, она, естественно, уже достаточно современная, и, вообще, у нас, в большинстве, как бы, городов Татарстана, историческая среда, она утрачена. То есть, у нас нет мест, где можно снять какой-то исторический фильм. Еще в 70-е годы, кстати, в Свияжске снимали, как на натуре, фильм про чувашского революционера Сеспеля, то есть, изображали, значит, местность начала 20-го века, дореволюционную, тогда это еще было возможно, но сейчас это, даже в таком историческом месте, как Свияжск, уже невозможно представить, что там какие-то исторические фильмы снимаются. Ну, мне кажется, сейчас современный кинематограф, для него, вообще, локация, это, ну, не важно, по большому счету. Тем более для художника. Да, для художника, то есть, главное же, в смысле, там, что там, картинка эта все-таки вторична, ну, где-то там, я не знаю, на Огненной земле, там, прекрасные виды, он тоже не снимает художественные фильмы по 10 дней, да, в каком-то, там, Мумбаи странном, да, там, производят по 1500 фильмов в год совершенно чудесных, без всякой, по сути дела, натуры, а просто с песнями и плясками. Поэтому, ну, это вопрос сложный. У нас есть из того, что, как бы, вот, ну, важно для кинопроцесса, у нас, в принципе, есть некоторое количество молодых и не очень людей, которые, ну, просто занимаются какими-то мелкими такими кино, связанными с кино бизнесами, там, кто-то снимает, там, видеоклип, кто-то пытается, ну, вот, какие-то снимают даже художественные фильмы и так далее. То есть, ну, есть какой-то пласт людей, которые этим занимаются. Мне кажется, их критическая масса со временем вырастет, и что-то произойдет. А где они обитают, как до них достучаться? Ну, мне кажется, ну, есть понятная, как бы, точка локации. Это институт культуры, в котором есть, ну, собственно, факультет кинематографии, к которому, там, ну, можно, там, относиться как угодно скептически, но, тем не менее, там что-то происходит вокруг этого. Вот, есть, ну, частные всякие киностудии, которые занимаются кинопроизводством, там, Эльдар Ягафаров, например, ну, снимает кино достаточно регулярно. Есть какие-то молодые независимые команды, которые снимают, вот, ну, в прошлом году, там, я не помню, ребята сняли какой-то трэш-фильм, там, про зомби, да, в Татарстане. То есть, есть какие-то инициативы, просто должна, ну, ну, какая-то критическая масса этих людей, она нарастет, и это вылится в какое-то нормальное кинопроизводство, как мне кажется. А Татарстан как локация именно для фильмов о походах, путешествиях и туризме? Оно представляет собой интересный для фото- и кинохудожника Татарстан? Или мы мало о нем знаем? Ну, мне кажется, вот, река Волга, которая проходит не только через Татарстан, там, через 13 регионов, я подсчитываю, она вся очень живописная. Это, безусловно, так, потому что... То есть, для водного туризма? Да, именно, большинство заявок из Татарстана, кстати говоря, они и повествуют о реке, что интересно, то есть, именно... Ну, это логично. То есть, мне тут, собственно, это напрашивалось, да, но я просто хотела это услышать от вас. А я еще и из Камо. Тоже особо нет. Еще и из Камо. Камо, Камо. Она уходит от Чистополя. Это в неком одном месте, на море очень похоже. Да. 40 километров. Да, кстати, вот, после Камского устья там места такие шикарные. Камское море, так называемое. Малая морская волна. Если вот вы были в Шуранах? Нет. Я просто там... У нас есть знакомые, там их домик, я часто приезжаю, у меня есть несколько кадров, которые у меня были на выставке очень много. Не очень нравится, что мне. Там церковь разрушенная, заброшенная, прямо на обрыве стоит. Идет обрыв, а потом бескрайнее море. Очень стильная, прямо такая живописие. Ну, Шурана вообще место, кстати, уникальное, потому что там сохранился один из немногих памятников архитектуры 18 века, дом помещика Нормадского. Он, опять-таки, связан с ложским пиратством, потому что у Бестужева Марлинского, писателя российского начала 19 века, у него есть повесть, посвященная вот этому Нормадскому. Ну, Нормадский был помещиком просто обычным казанским 18 века, но он был, видимо, романтически настроенным таким человеком. Он решил, что раз он нормадский, он, видимо, имеет предками нормандских герцогов, каких-то норманов, викингов. И он сколотил из своей дворни натуральную такую пиратскую бригаду, которая начала суда, которые по камням мимо Шурана проходили, грабить, брать в заложники владельцев и экипаж. Ну, таким образом они несколько лет промышляли, и прямо в подвале вот этого дома, который сохранился, в котором, кстати, сейчас школа размещается, они держали этих пленников, даже дожидаясь выкупа. Это было очень громкое такое дело, прогремевшее на тогдашнюю Российскую империю, и в итоге сослали в Сибирь. И это был такой вот случай, один из самых известных случаев речного пиратства в России. Поэтому Шурана – такое место легендарное. Будем о нём знать. И в качестве завершающей нотки, я не понимаю, почему Павел теняет, молчит, но есть. Вопрос относительно Волги и проекта Волга-стория. А, про всех этого проекта? Да. В двух словах. Ну, проект этот, ну, Волги, конечно же. Да. Он, ну, как бы я там участвую как архитектор, и, в общем-то, ну, наверное, там все собрались, тех, кто так или иначе связан с Волгой. Нет, не все. Еще есть желающие. Не все там собрались. Не все, не все. Нет, имею в виду, кто в этом проекте находится, оно тем или иным образом связано. Кто-то больше, кто-то меньше. Ну, такая есть идея. Вот, может быть, она, не знаю, насколько она жизнеспособная. Ну, я тут, я встречался с инициаторами создания этого музея. Ну, и как все-таки, я считаю, относительно бывалый музейщик, есть некий парадокс в том, что музей Волги в центре Казани, на мой взгляд, устраивается. Ну, как бы логично было бы его, конечно, где-то на берегах нашей Великой реки расположить, потому что основной элемент, мне кажется, экспозиции подобного музея, это сама река Волга, прежде всего. Вот, но, как такая инициатива вот, энтузиастов, это тоже очень показательно, потому что, вот, ну, представляете себе, идея сделать на улице Горького в центре Казани музея Волги, то есть, это говорит о том, насколько мощной энергетикой обладает вот эта идея реки, да, вообще, наша Волга сама по себе, и что она подвигает людей на подобное, ну, безумство, может быть, в словосы, там, из-за какой-то, пока может показаться, но это именно так, то есть, Волга, она дает энергию, то есть, все мы Волгари, мы прямо вот, ох, у меня любимая, кстати. В Африке сядем и про Волгу, да, и про Волгу, точно, потому что у меня любимая, вот, ну, Максим Горький, который сейчас не любит, которым сейчас юбилей в этом году, да, исполняется, у него в моих университетах, там, есть такой сюжет, который о разгрузке боржи, застравшей на мере, в Казанском порту рассказывает, я прямо бесконечно готов читать вот этот отрывок, он, там, ну, там, несколько страниц, потому что он вот все говорит, мне кажется, о Волге, о людях, которые живут на Волге, о нашем, вот этом, такой, ох, Рука, размахнись, плечо, ну, мне кажется, Максима Горького тоже вместе с Нинтаем можно вспомнить, обратиться к ним вновь, ну, не, ну, это нужно, тем более, он же поехал, когда вот эти в странстве, там, да, на судне, там, просто устроишься, столько всего, ну, у меня, например, тот год, я вот, весь год, но у меня на судне звучало только пять композиций, все Федора Ивановича Машова. Я как вставал, начинал, а у меня, у меня осенью была совершенно тоже, я слушал Арию Варяжского гостя, ну, сначала в испарении Федора Ивановича, потом я послушал еще, там, ну, 30, примерно, вариантов, в ванной ее исполнял, там, полгода реально бил, там, «Оскалы грозные, хоробятся с ровом волшек». Есть видео? Нет, к счастью, звану. То есть мы больные люди, конечно, совершенно личными этими сюжетами. Да, прекрасный получился полилог, большое вам спасибо, я уже представляю, как мы какие-то берем нарезки видео и закадровый голос нашей дискуссии. Нарезки минтая. Да, нарезки минтая, да. Запах Волги, я знаю, что в проекте «Волга стори» собирает чуть ли не палитру запахов. Нет, я, конечно, с этим проектом, он мне нравится, кроме его названия. Да, потому что он какой-то, ну, это оксимарон, то есть «Волга стори», почему «Стори»? Хотя англичане, конечно, вот Антоний Дженкинсон, например, в 16 веке плавал по Волге, и у нас есть связь с враждебным нам ныне государством. С нашим партнером. С нашими партнерами, да. Потому что первое вообще изображение Свияжска в истории, оно на карте англичанина Дженкинсона, там, 1562 года. Это не начать ссылка просто названия проекта к Дженкинсу. Поэтому это, ну, есть, конечно. Ну, может где-то, да. Живем-увидим, дай бог этому проекту, как и всем другим проектам во Волге, да, чтобы он поднимал рейтинг вообще реки, чтобы люди вообще к ней повернулись, в конце концов, поняли, что они живут, по сути, на величайшей водной артерии Евразийского континента. Ну да, ну вот я просто тоже не захватил, у меня в машине буквально тоже пришло, на аукционнику был открытки, письма с пароходов сволжских. Ну, это песни же вообще, там, читаешь просто, как там, даже люди, вот, начало 20, ну, конца 19-го, начало 20-го века, как они пишут о Волге, то есть, это вот тогда, значит, называется пароходство, какая там любовь к родине, на самом деле, как они, там, ну, там, ну, там, вот я недавно читал письмо, да, Андрей, помнишь, там, то есть, мужчина пишет, там, девушки в Харьков. Говорит, какая красота здесь на Волге, ты даже не представляешь, а мы тут живем, в этой красоте. Да, и, как говорится, бус не дуем, что вот она, Волга-матушка. Да, кстати, у меня по поводу кинематографа, где, ну, была задействована, скажем так, у Волга, в качестве каких-то панорам, два фильма ярких всплывают, это... Жестокер-матушка, стульев, помнишь, ну, да, и Жестокер-матушка. Да, действительно, Волга как локация, да, в этих двух фильмах. Ну, а Волга-Волга уж. Ну, Волгу тоже, да. А еще мы, кстати, как были в Петрозаводске, мы познакомились с таким карельским мастером Эйво Ивановичем, вот, и Эйво Иванович, он изготавливал четыре лодки, кребные, для фильма Михалкова «Солнечный удар». Там есть сюжет, который снимался в городе Гороховце, Владимирской области, на Клязьме, правда, ну, на Клязьме, да, правда. Ну, это рядом все равно все. И вот там мелькнули три секунды, а может, петрозаводские лодки. Ну, кстати, вот это тоже интересно, да, то, что Михалков, он на Волгу не нашел мастера, кто мог бы изготовить деревянные лодки, заказал их, в итоге, в Петрозаводске, в Карелии. И они совершенно не волжского вида, потому что особенности судостроения, то есть, силуэт карельской лодки, он вообще совершенно другой, нежели чем волжский. И мы поэтому намерены возродить славу народного судостроения, да, волжского силуэта. Так сказать, полно энтузиазма. Осталось ли что-нибудь невысказанное, мне интересно, что-нибудь еще хочется произнести? Сегодня вечером. Это мы увидели, споем, потому что душа настолько исполнилась. Да, кстати, есть же французские песни, песни французских моряков, да, которые, это особый жанр. Есть особый жанр, совершенно, песни волжских бурлаков. Нет, серьезно. То есть, в фольклорных сборниках 19 века я специально тоже этот вопрос изучал. И, кстати, сказать, вот у нас, когда Сергей Старостин проезжал, мы даже пытались записать на некий диск, там, где частично волжские песни звучали. Ну, там, из-за моих технической неграмотности, к сожалению, там, ну, вышло не очень это все хорошо. Но я планирую вообще, ну, записать песни именно посвященные Волге, посвященные вот судоходным каким-то моментам, потому что знаменитая совершенно есть песня, да, там, «Вниз по Волге пике», «С нижней Новгорода», «Смолиной стружок летит». Ну, то есть, это песни, которые отсылают к каким-то конкретным событиям. Их очень много. И были, а у Бурлаков были, например, такие песни-призказки, когда вот они шли, там, вот этим своим шагом. Что-то не получалось у них. И они, то есть, у них с каждой местностью были связаны всякие призказки. То есть, там, у казанцев были свои прозвища, у слонцев свои прозвища, у астраханцев свои, там, ну, это такой, тоже существует пласт фольклора, который связан с этим. Волжские песни, да. Ну, это, понимаете, это как вот такой «Волга», это как бабушкин сундук, который вот так мы открыли, а он полностью наполнен человеком. Ну, мы вот буквально тут что-то вот взяли, посмотрели. Волниток, да. А сколько там в этом сундуке лежит? Я, кстати, вспоминаю, что моя бабушка родилась на «Волге», именно на этом, на колесном пароходе. Прямо на вас в пароходе родилась? Да, прям на пароходе родилась. Вот как интересно. Так что, да. Кстати, по поводу этого фильма «Солнечного удара», вдогонку уже, ну, фильм, Михалаков написал документальный фильм небольшой, о проблемах «Волги». Он там первым сказал, что невозможно найти колесного парохода. Тот, который в жестоком аромате сняли, он их догнивает где-то. И они вот, колесный пароход нашли в Австрию. В Швейцарии. В Швейцарии. В Швейцарии, в Швейцарии. А, да, в Швейцарии все есть. А этот аромат ешь и так далее. А вторая проблема, говорит, мы прошлись по Волге, ну, как у Кати проехали, проехались и поразились, как у нас россияне, народ замусоривает Волгу. Я говорю, вдоль берегов проходили. Слушай, ну, ему надо, конечно, я хочу сказать, я был вот на конференции международной организации проехали, памятников и КАМОС в Индии. Ну, Михалков, для контраста надо скататься туда и посмотреть, как там. Я вчера замусорил, чтобы сильно не расстраиваться. Посмотрел фильм по тарелке. Как-то мой чувак из Питера с подругой, ну, это такие, типа, автостопчики, но только более глобальные, они там на реке поехали в какой-то штат Индии, где городок небольшой такой, около берега, он стоит прямо на берегу этой священной реки. И там до сих пор по традициям трупы сжигают. Это Варанасима, Варанасима. Ну, это там много таких мест. Какая там грязище. Ну, там фантастик. На самом деле, там вот даже на открытии этой международной конференции, там выступал такой, у них есть духовный учитель, Садхгуру. Кстати, очень много на ютубе роликов, как ни странно, потом выяснилось с русским переводом, даже на какой-то реально известный человек, я, честно говоря, не знал. То есть я сильно удивился. Я вообще впервые увидел, как на научной конференции вышел такой йог в каких-то, значит, одеждах. Мы начали вещать там о проблемах, значит, рек Индии. Вот. Ну, они это осознали. Проблемы, будем надеяться, будут ее как-то решать. Потому что, ну, обидно, конечно, что это видеть, насколько там все... Да, нас очень волнует проблема рек Индии. Ну, меня все равно, это я... Это то, о чем мы собрались сегодня поговорить. Меня волнует, это я... Проблема рек Индии остро стоит в очень-то достании. Началось-то все с проблем рек... Вернее, не проблем рек, а с реки в море... Я вижу. Я вижу. Я вижу, и это волнует меня. Артем Николаевич, спасибо. Давайте на Свияжске запретим пластиковых... Давайте. У меня есть список того, что давайте мы запретим на Свияжске. Когда он владелец пластиковых лодок, да? Нет, вообще всегда прекрасно слушать, как... Ну, Андрей, это уж ладно, Свияжский житель, сейчас уже все-таки он там живет, и пока еще не прописался, правда. Но как приезжают какие-то городские люди, рекомендуют как бы вот... Что делать, да? На Свияжске, что делать, да, что бы надо запретить, там, то, что все, пятое и десятое. Ну, я думаю, мы... У него скоро пройдет, да. Скоро пройдет. По молодости. По молодости лет. Спасибо. Спасибо, болжане, яхтмены, большое спасибо. Ладно. А мне еще к вам... Знаете, какая плать? У нас есть видеоматериал... Спасибо.